здравствуйте друзья мои сегодня нас с вами ожидает встреча с прекрасным а что может быть более прекрасно чем коду барак коду ребят ведь вот это вот коду по персидски означает тыква а барак слова этимологию слова бараке к сожалению не знаю и даже не знаю иранскую ли он или тюркское но так у нас средней азии называют тип вареников или еще как их назвать в европе равиоли для этого я взял значит такую небольшую тыкву типа тех из которых делают бутылки и разделил ее на две части одну часть там где нет семян толстого и разрезал на два куска и сейчас потру ее просто на терке вероятно вас удивляет друзьям и что приготовление вареников я начинаю с начинки все равно что устроить дом с крыши этому есть своя причина которую вы скоро узнаете пока хочу сказать вам одну важную вещь в том что рецепт который мы сейчас с вами приготовим он веганский то есть он и можно смело кормить всех наших друзей и родственников которые не кушают ничего не мясного не молочного не яиц но при этом в отличие многих веганских блюд это блюдо вкусно и подходит для всех забыл друзьям и сказать самую важную вещь что это блюдо этот видео рецепте посвящаю всем моим зрительницам всем девчонкам которые смотрят моё видео почему потому что одна из наших прекрасных телезрительниц попросила меня написав сделайте-ка что-нибудь для нас для девушек вот это я делал для вас и не него не просто посвящаем здесь есть практический аспект блюдо это вкусное сытное но с другой стороны оно относительно малокалорийное без жира без мяса как раз то что обычно любят наши прекрасные девушки и женщины так что блюдо это посвящается в на этом этапе друзьям и если бы я сейчас находился на родине я бы взял эту натертую тыкву и вот так руками бы выжил бы из нее сок чтобы начинка у нас получилась сухо более сухо но здесь в англии вот этот сорт тыквы которые купил он так достаточно сухой поэтому отжимать его нет надобности вместо этого я возьму вторую часть тыквы то вот где в которой были семечки и выжму из нее сок на соковыжималки ну вот у меня получилось вот столько тыквенного соку сейчас я измерю взвешу его сколько он у меня в граммах ну вот соку у меня получилось 260 граммов следовательно я могу замесить сейчас дело в том что я забыл вам сказать этот сок я буду использовать для того чтобы замесить на нем тесто без добавления есть без добавления воды вот на этом соке замешу тесто как вы знаете как я обычно говорю в своих видео чтобы замесить тесто для вареников для манту для пельменей муки должно быть вдвое больше чем жидкости то есть допустим 100 грамм воды 200 граммов муки и так далее точно 260 граммов сока приблизительно мы можем взять пол килограмма муки добавляем где-то чайную ложечку соли и можно замешивать тесто вот я в том что ребят знаете был такой советский анекдот многие из вас слышали я расскажу еще раз пока тесто замешивается что юнецку объявил 1970 какой-то там год объявил годом слонов и каждой стране время было холодной войны на дворе решили как-то отметить и тело не значит американцы по случаю это по этому случаю выпустили американская там академия наук или кто у них то решили выпустить такую на пяти страницах брошюрку под названием все что вы хотите знать о слонах за пять минут но немцы выпустили значит пятидесяти четырехтомную книжку под названием краткое введение в науку о слонах в советском союзе выпустили сборник статьи под названием россия родина слонов благодаря этому анекдоту появилось такое понятие знаете россия родина слонов или казахстан родина слонов израиль родина слонов и так далее в любой стране знаете это есть желание рассказать что все на свете изобрели мы все люди и все то что мы изобрели поэтому их не заслуга поровну я так что поэтому не знаю кто у кого свистнул итальянцы у нас или моего итальянцев но коду бараки родиоли они очень похожи единственная разница наверное это все таки специй и еще одна вещь которая отличается в даже в данном в моем рецепте то что в нем нет яиц и можно кормить наших веганских друзей видите кроме того необычно тесто получается желтенько на тыквенном соке конечно она будет вкусно ну вот надо слишком усердствовать для первого раза сделали вот такой колобок заверем его в пищевую пленку ну или в нейлоновый пакет и оставим его отдыхать друзья но если торопитесь конечно 20 минут достаточно но если хотите чтобы вам было с тестом работать удобно оставьте его минут на 40 а то и на часик пусть себе отдыхать как обычно ребята значит когда тесто отдохнуло 20 30 минут 40 минут зависимости сколько у вас было времени мы его помнём еще разок и оставим отдыхать еще раз в нашем случае я его еще поделил на две части потому что места у меня большого нет для раскатывать я большой кусок тесто не смогу раскатать ты мне сделал два колобка и уже оставлю их отдыхать индивидуально ну вот теперь друзья мои можно заняться начинкой для этого первую очередь ставим на огонь казан наливаем него немножко масла ну можно конечно опять сковородку кастрюлю как вам удобно волк китайским как вам удобно вот значит и пока масло в казане нагревается режем тоненько лук ну как обычно ну вот ребята теперь значит когда масло нагрелось обжариваем хорошенько лук ну вот ребят когда лук зажарился добавляем сюда тыкву и тоже обжариваем ее но пока знаете пока она будет готов к употреблению типа как свеклу для борща ну вот значит ты тыква наша готова потушилась она наверно минус 10 у меня на среднем огне теперь ее надо посолить поперчить черным перцем и добавить я добавляю немножко зира то есть и кумин и немножечко молотого кориандра вот и все специи больше сюда ничего не нужно вот друзья торжественный момент теперь осталось нам раскатить тесто колокол наши хорошо отдохнули тесто стало мягким и эластичным с ним легко приятно работать ну вот когда мы раскатили тесто по толщине приблизительно ну вот как на манту то есть не совсем тоненькая но достаточно тонкая раскладываем его как обычную гармошку а теперь ребят ребят берем трафарет ну просто картонку я в данном случае сделал ее 7 сантиметров шириной и 14 длиной то есть два раза длина два раза больше ширины ну вы можете взять такой размер который вам больше подходит для чего я пользуюсь картонкой ну потому что мы же не делаем коду барак три раза в день в течение пяти десяти лет как это идет профессиональный повара поэтому чтобы они получились все более-менее одинаковые пользуется трафаретом это очень легко с помощью трафарета сначала используем короткую сторону нарезаем все тесто нашу гармошку на полосы но как в рецепте манту или пельменей если вы еще не видели мой рецепт манту я вам рекомендую его посмотреть складываем полоски теста одну на другую вот так вот отрезаем вот эту неровную часть потом это тесто мы можем рециклировать и теперь разрезаем полоску давайте вот сюда я положу чтобы вам на кинокамере было видно лучше теперь эту полоску разрезаем используя длинную сторону трафарета таким образом раскладываем тесто вот так вот каскадом вот и накрываем полотенчиком чтобы тесто не засыхало а тем временем начнем формировать наши коду барак наши вареники или равиоли берем полоску берем вот такую чайную ложечку начинки формируем коду барак очень просто таким образом залепли вы пальцами вот в принципе наш этот вареник уже готов но для пущей красоты я иду по пути итальянцев но они у нас свистнули коду барак и назвали его равиоли а я у итальянцев свистнул вот эту штуку чтобы сделать наш коду барак более симпатичным убивает двух зайцев но это колесико которым итальянцы дел трафиоли а наши люди делают чебуреки и таким образом я убиваю двух зайцев мой вареник выглядит красивше и лучше склеить ну вот покажу вам еще раз ну вот ну вот ну вот так вот Смотрите продолжение в следующей серии. Закипела вода. Бросаем в подсоленную, в хорошо подсоленную кипящую воду, то есть когда происходит гуль-гуль-гуль. Бросаем коду-барак. Заводим будильник на 5 минут и наши вареники будут готовы. До встречи через 5 минут. Не выключайте телевизор. Друзья мои, через 5 минут коду-барак готов. Мы его вылавливаем по одному по одному. Ребятки, водка-дубарак готов. Я выложил его на тарелку. Так как в данном рецепте мы имеем дело с веганами, которые не употребляют молочное, то вместо сметаны, сливочного масла и тому подобного, я просто потер помидорку на крупную терку. Посолил, поперчил и получился такой соус для наших коду-барак. Посмотрим один равиоль, каков он внутри. Вот, ребята. Замечательные тыквенные равиоли. 100% веганские, без яиц, без молока, без мяса. Быстро и легко. Ну вот, друзья, спасибо вам, что посмотрели мое видео. И до скорых встреч в эфире. Субтитры сделал DimaTorzok